Доброе утро, коллеги! Я надеюсь, меня слышно. Меня зовут Сергей Халяпин. Я являюсь главным инженером в российском представительстве компании Citrix Systems. У нас сегодня открывается серия вебинаров, которую мы проводим совместно с учебным центром Звезды С, который давно известен как один из ведущих учебных центров по технологии Microsoft. И в прошлом году наши коллеги получили возможность также проводить курсы по технологиям Citrix. Темы, которые мы хотим затронуть в наших вебинарах совместных, это вопросы безопасности. Сегодня мы начнем с настройки TLS, где есть возможность в рамках Zen Desktop все коммуникации защитить, в том числе и внутренние с помощью TLS. В принципе, мы планируем также рассказать о различных видах аутентификации, об использовании смарт-карт, многофакторной аутентификации использования SAML в рамках Zen App и Zen Desktop. И надеюсь, что мы также привлечем наших российских коллег-разработчиков и сможем также рассказать о использовании российской криптографии. Ну, соответственно, если вы ждете не в России, то если у вас есть свои разработчики криптографических решений, возможности использования этих криптографических решений вместе с решением Zen App Zen Desktop. Сегодня мы построим нашу работу следующим образом. Я немного расскажу вводную информацию о том, почему это сейчас актуальная тема, как Citrix работает с вопросами, связанными с безопасностью. И дальше передам слово нашему коллеге Сергею Бочерикову, который с удовольствием расскажет и покажет, что немаловажно, о том, как настраиваются взаимодействия между разными элементами CITX Zen Desktop с использованием протокола TLS. Мне для проведения вебинара будут также помогать мои коллеги-инженеры из российского представительства, Михаил Бульбутенко, Михаил Соболев и Леонид Майзенберг. Они будут отвечать на ваши вопросы, которые возникнут в ходе вебинара. Ну, в конце мы все вопросы, которые не ответили по ходу, также озвучим, постараемся на них дать ответы. И поэтому я вас приглашаю не стесняться. Вот есть вкладка «Questions» в панели GoToWebinar, где вы можете набирать свои вопросы. Предупреждаю заранее о том, чтобы таких вопросов, скажем так, вы, конечно, задать их можете, но я всегда говорю о том, что наши вебинары записываются. И мы всем, кто присутствовал у нас на вебинаре, на следующий день или через день разошлем ссылку на вебинар. И, соответственно, на презентации, которые использовались в рамках вебинара. Если кто-то по какой-то причине будет вынужден уйти раньше, не переживайте, вы сможете потом эту запись скачать или посмотреть о нашем канале в YouTube. И, соответственно, получить полную информацию, даже если вы были вынуждены покинуть наш вебинар по ходу его проведения. Наверное, для тех, кто уже не первый раз с нами работает в рамках GoToWebinar, я особо, наверное, не буду углубляться в описание возможностей GoToWebinar. Еще раз скажу, что поле questions – это вопросы, есть поле чат, если вы что-то хотите обсудить онлайн с презентерами, с организаторами вебинара. И еще одно пожелание мое и Сергея Бочерикова. Если вас интересуют какие-то темы, которые вы хотите прослушать в дальнейшем о наших вебинарах, пожалуйста, не держите себе. Напишите нам, что вас интересует, какие темы вам интересны, что мы вам можем предложить. И мы с удовольствием постараемся вот эти ваши пожелания выполнить в планах наших будущих вебинаров. Ну, в частности, вот одно из пожеланий, которое мы получали при проведении вебинаров в прошлом году, как раз и заключалось в том, чтобы не только давать теорию, но и показывать на практике, каким образом осуществляются настройки решений, и как можно делать те или иные вещи в рамках продуктов CITIC, XenApp, XenDesktop, ну и, соответственно, остальных, если мы будем говорить о всей продуктовой линейке, там, XenServer, NetScaler, NetScaler SD-WAN и так далее. Итак, безопасные цифровые рабочие места и вообще, почему тема безопасности сейчас очень актуальна. Ну, если мы посмотрим на то, что происходит вообще глобально в мире, то мы увидим, что огромное количество публикаций, огромное количество всевозможных новостных извещений, они связаны так или иначе с вопросами безопасности. Утечка данных, различные вирусные атаки, всевозможные ransomware, программы-вымогатели, которые, ну, фактически как эпидемия распространились в прошлом году. Скажем так, одной из ключевых тем прошлого года была активно поднята нашими американскими коллегами тема о злобных русских хакерах, которые вмешались, по-моему, везде, куда только можно, везде, где есть хоть какое-то подключение, даже чайники электрические и те обещали, что будут взламывать злобные российские хакеры. Ну, иногда это, конечно, перебор, иногда это, конечно, юмор, но на самом деле, если действительно откинуть вот эту всю шелуху и посмотреть на то, что реально происходит с информацией, что реально происходит с IT-инфраструктурой, то безопасность данных, приложений, безопасность доступа являются ключевыми задачами, которые необходимо обеспечить службам информационных технологий, информационной безопасности совместно на предприятии. В чем проблема, если мы сравниваем текущую инфраструктуру с предыдущей, с тем, что была 5-10 лет тому назад? На самом деле, за вот эти прошедшие 5-10 лет назад, 10 лет все достаточно сильно изменилось. Во-первых, поменялись рабочие места. Вместо привычных традиционных персональных компьютеров, которые стояли на рабочих местах пользователей, появилось огромное разнообразное количество устройств с различными операционными системами, с различными возможностями с точки зрения безопасности в том числе. Изменились сети, по которым сотрудники подключаются к корпоративным данным. Раньше, если это была фактически система кабельная, когда у нас каждый персональный компьютер по выделенному кабелю был подключен к некому серверу, либо к файловым ресурсам, то сейчас подключение может осуществляться по совершенно различным каналам и не только по проводным. Это всевозможные беспроводные сети, 3G, 4G, LTE. Некоторые взаимодействия могут осуществляться в том числе и по Bluetooth. И здесь говорить о том, что мы можем сохранить те подходы, которые были раньше, которые фактически опирались на такой жесткий периметр безопасности, они перестали работать. Периметра фактически нет. То есть одно дело, когда человек находится на территории предприятия с персональным компьютером, подключенным по кабелю. Другое дело, если тот же самый сотрудник с логином, паролем, с необходимым ему креденшалом, берет планшет, выходит за пределы организации, подключается по Wi-Fi, либо по каналам сотовой связи и, соответственно, получает доступ к своим приложениям. Что касается приложений, они также сильно трансформировались. Если раньше это были в основном Windows или для крупных организаций такие серьезные Unix-приложения, то сейчас это могут быть и различные контейнерные приложения, приложения, написанные под мобильные операционные системы со своими нюансами с точки зрения безопасности. Большой пласт приложений вебовских, которые чаще всего доступны не только как внутрикорпоративные приложения, но и в том числе по модели Software as a Service. Соответственно, те приложения, которые вообще вынесены за периметр организации и, соответственно, мы со многими настройками с точки зрения безопасности в рамках этих приложений поделать ничего не можем. Ну, что касается данных, то, в общем-то, здесь точно такая же ситуация. Если раньше они в основном располагались либо на клиентских устройствах пользователей, либо на внутренних файловых серверах системы хранения данных, то сейчас это и различные облачные системы хранения, те же самые данные активно путешествуют внутри почтовых систем, они смешиваются с персональными данными пользователями, пользователи копируют различные корпоративные данные на отчуждаемые носители, и все это говорит о том, что традиционный подход к обеспечению безопасности, ну, мягко скажем, устарел или изменился. С точки зрения вызова безопасности, тут, в общем-то, традиционные вещи. Это обеспечение защищенного доступа, особенно из внешних средств, внешних систем. Появилась достаточно серьезная область, которая требует своего внимания, обеспечение безопасности мобильных устройств, мобильного программного обеспечения, все, что связано с неуправляемыми устройствами, которые сотрудники приносят по программе Bring Your Own Device. Защита данных и интеллектуальной собственности – это, в общем-то, та задача, которая была всегда. Это то ПО, которое компании разрабатывают, пишут самостоятельно. Это те данные, которые составляют, ну, наверное, такой цифровой отпечаток, цифровой ДНК компании. И, соответственно, утечка этих данных может не то что серьезно повредить, но может иногда и уничтожить компанию как таковую, особенно учитывая тот объем денег, тот объем ресурсов, которые были вложены на создание вот этой вот цифровой интеллектуальной собственности. В последнее время наши государственные органы, я имею в виду наши с точки зрения разных стран, то есть здесь и российские, и европейские, и американские регулирующие органы также активно играют на рынке информационных технологий и информации, принимая определенные законодательства, которые являются обязательными для выполнения всеми компаниями, которые работают на том или ином рынке. Это и российские законы по защите персональных данных и защите критической IT-инфраструктуры, это и европейский GDPR, и американское законодательство в разных областях финансового здравоохранения, все, что касается обработки и перемещения данных между компьютерами, между различными информационными системами. Ну и в частности к области информационной безопасности также относятся задачи, связанные с обеспечением непрерывности бизнеса. То есть как быстро бизнес сможет восстановиться после атаки различных вирусов, зловредных приложений, как компания может себя защищать от атак отказа в обслуживании, распределенных атак отказа в обслуживании, что компания будет делать в случае тех или иных природных катаклизмов, либо техногенных аварий. Все это фактически влияет на то, насколько быстро компания сможет восстановить свою работу. Если посмотреть на историю создания, формирования безопасности цифрового рабочего места, то на самом деле здесь немаловажный элемент – это аутентификация, авторизация. Это все, что связано с контролем доступа и идентификацией. Также активно развивались направления, связанные с сетевой безопасностью, безопасностью приложений, данных. И в последнее время сюда активно добавляется мониторинг, то есть возможность смотреть, что происходит в системе в режиме реального времени, и проактивная реакция, то есть принимать какие-то действия задолго до того момента, как они нанесут серьезный ущерб организации. То, что делает Citrix в рамках своих продуктов – это подход, ориентированный на обеспечение защиты пользователя, где есть централизованное управление политиками, есть аналитика и понимание того, что сотрудник делает, с чем он работает, как он работает. Фактически Citrix позволяет здесь построить так называемый программно определяемый периметр вокруг того, скажем так, чем мы нисколько можем управлять, но тем, что мы можем контролировать. И здесь нам активно помогает наша продуктовая линейка, в частности, сетевые решения NetScaler, которые сейчас активно развиваются, и в рамках последующих вебинаров мы о них также будем рассказывать, о разных элементах, разных составляющих, частях NetScaler. Ну, в последнее время активное развитие идет под этой подсистемой аналитики, которая позволяет идентифицировать аномалии, реагировать на изменения в поведении, традиционном поведении пользователя, принимать какие-то действия автоматически на основании оценки того, что происходит и как это отличается от того, что пользователь делал раньше, оценивая уровень угрозы с точки зрения действий пользователя, с точки зрения того, насколько он получает доступ к критическим приложениям и так далее. Citex в итоге предлагает построить приблизительно такую безопасную архитектуру, где на руках у сотрудника различные клиентские устройства. В принципе, единственным ограничением, наверное, является то, что эти устройства должны по какому-то каналу связи подключаться к тем, назовем так, контроллерам доставки, которые дальше будут взаимодействовать с приложениями и данными, которые необходимы сотруднику для работы. Здесь специально в центральной части не указывается, где располагают соответствующие контроллеры доставки. Размещение ресурсов, оно как раз вынесено у нас на правую часть слайдов. И здесь у компаний, у IT-служб большой выбор. Можно построить локальные варианты, можно построить полностью облачные, либо частные, либо уличные. Можно строить различные гибридные схемы и задействовать, соответственно, различных поставщиков внешних сервисов и Microsoft, их Asia, и Amazon в использовании Amazon Web Services, и Google Cloud Platform, и Oracle Cloud. И, соответственно, в том числе задействовать различных поставщиков локальных облачных средств, то есть провайдеров, которые работают в той или иной стране. И если есть у компаний требования по комплайенсу, по обеспечению требований регулирующих органов, например, по размещению данных именно на территории страны, то, наверное, одним из интересных вариантов при использовании облачных подходов будет использование локального облака, локального провайдера. При этом контроллеры доставки точно так же могут располагаться либо в облаке Citrix, либо в облаке локального провайдера, либо в on-premise инфраструктуре, в той инфраструктуре, которая себе уже до этого построила, либо будет строить заказчик. При этом мы выделяем несколько вот этих контроллеров, каждый из которых обеспечивает ту или иную часть работы. Сегодня мы будем говорить о двух из них. Это ZenUp и ZenDesktop. Архитектурно они идентичны. Единственное отличие – это тот агент, к которому мы будем подключаться. В случае ZenUp – это агент, который ставится на серверную операционную систему и, соответственно, раздает ресурсы большой группе пользователей, ресурсы одной операционной системы и ресурсы тех приложений, которые там крутятся. В случае ZenDesktop – тут выбор гораздо богаче. Тут и серверные, и клиентские операционные системы, и технические, физические машины, к которым мы можем также подключиться. Но в остальном, с точки зрения тех элементов, которые участвуют при построении инфраструктуры, ZenUp и ZenDesktop сейчас идентичны. В следующих вебинарах, я надеюсь, мы затронем также тему и ZenMobile. Это решение по управлению мобильными устройствами и мобильными приложениями под операционными системами Android и iOS. К сожалению, остальные участники у нас из этой гонки выбыли. И Windows Phone, и BlackBerry, и, соответственно, все, кто был еще до этого ранее. Если нас интересует часть, связанная с размещением и хранением данных, то CITIC здесь предлагает компонент ShareFile, который позволяет фактически построить некий корпоративный Dropbox с использованием корпоративных правил безопасности. Ну и не забываем, что ключевым элементом этой инфраструктуры CITICS видит решение NetScaler, которое позволяет нам задействовать много из того, о чем мы сегодня и в дальнейшем будем рассказывать. Инфраструктура ZenUp и ZenDesktop фактически безопасна по дизайну, то есть по умолчанию предполагается, что на левой стороне, на клиентском рабочем месте у нас кроме устройства, ну, возможно, еще некого USB токена, либо смарт-карты, больше ничего нет. Все, что необходимо, находится в рамках CODA. Данные на устройстве не остаются и не перемещаются через фаерволы, а NetScaler отвечает за ряд вещей, в том числе связанных с балансировкой нагрузки, различные интересные элементы, связанные с гранулярными политиками доступа, анализом клиентских рабочих мест и в последнее время также анализ сети и сетевых приложений. В последнее время Citrix активно развивает часть своих продуктов в области безопасности. Это и появившийся снова активно развивающийся сэшн-рекординг, который раньше был известен как смарт-аудитор, компонент, который позволяет записывать сессии пользователей в видеофайл. Сейчас с выходом ZenApp и ZenDesktop 7.17 там также появилась возможность ставить некие метки, по которым мы сможем в дальнейшем отслеживать такие вещи, как, например, установка USB-накопителя в сессию и, соответственно, начало каких-то взаимодействий с этим USB-накопителем, что позволяет IT-администратору или офицеру безопасности быстрее найти какой-то элемент, который потенциально может быть некой уязвимостью либо интересовать службу информационной безопасности с точки зрения потенциальной утечки данных. Гранулярная безопасность буфера обмена. Если раньше Citex фактически мог рулить направлением буфера обмена, то есть в какую сторону мы откроем буфер обмена, от клиента к серверу, от сервера к клиенту, в обоих направлениях либо закроем буфер обмена, то в версии 7 тому назад, по-моему, с версии 7.6.7.7 появилась возможность обеспечивать гранулярную безопасность. То есть помимо направления мы также можем указывать, что именно может быть передано через буфер обмена. Например, от пользователя к серверу только текст, а от сервера, то есть от того приложения, которое крутится в терминальной среде или от виртуального десктопа на клиентское рабочее место, мы можем через буфер обмена передать только картинку. Это все настраивается централизованно с точки зрения именно политик, применяемых на Desktop Delivery Controller. Здесь уже конечный пользователь эту ситуацию обойти и изменить ее не может. Ну и вот то, о чем сегодня Сергей будет рассказывать, это по желанию информационной безопасности можно обеспечить сквозное шифрование всех элементов взаимодействия. То есть если в основном многие компании беспокоены тем, чтобы у них вопросы шифрования приходились на левую часть этого слайда, рабочее место, подключающееся к шлюзу NetScaler через недоверенные сети, то в ряде организаций служба информационной безопасности идет дальше, говорит, что нет с точки зрения правил, политик, нам требуется, чтобы все элементы между собой взаимодействовали по зашифрованному каналу. Это и гейтвей со сторофронтом, и сторофронт с контроллером, и, соответственно, дальше рабочее место с конечным VDA, к которому будет этот сотрудник подключаться. И это действительно можно сделать. И о том, как это сделать, и что для этого требуется, Сергей расскажет в своей части. Ну, что хочется порекомендовать тем, кто как раз пересматривает сейчас вопросы информационной безопасности с точки зрения использования различных новых подходов. Citrix предлагает следующие три, скажем так, шага, которые рекомендуется сделать. Во-первых, упростить безопасность. Чем система сложнее, тем ее сложнее поддерживать, тем больше шансов ошибиться где-то в настройках, в элементах взаимодействия, и это откроет злобным хакерам, русским, корейским, иранским, кубинским, американским, африканским, не суть важна, доступ к вашей системе. Упростить безопасность мы предлагаем, перенеся усилия службы информационных технологий с конечного устройства на уровень, который не зависит от специфики, то есть на уровень дата-центра, где мы можем централизованно применять политики и постараться сделать так, чтобы на устройстве у нас ничего не хранилось важного с точки зрения приложения и данных, и не оставалось. Соответственно, то решение, которое мы советуем рассматривать компании, оно не должно зависеть от того, какая платформа пользователям будет использована для доступа к информационным ресурсам, где эти информационные ресурсы будут размещаться, он-премис или в облаке, в Windows или в Linux, с использованием выделенных сетей, либо, скажем так, сетей общего пользования. Поэтому, если решение, которое вам партнеры предлагают, оно позволяет работать с различными средами, с различными системами, с различными устройствами, это то, что имеет хорошие шансы для полноценной защиты всей инфраструктуры. Ну и главное, не останавливаться на достигнутом, нельзя в нашем постоянно динамически меняющемся мире настроить систему один раз и почивать на лаврах, будучи полностью уверенным, что все, теперь мы стопроцентно защищены. Дело в том, что приложения обновляются, системы обновляются, появляются новые уязвимости, находятся разные возможности проникнуть в систему. И поэтому мы рекомендуем всю инфраструктуру в дальнейшем перепроверять на соответствие новым вызовам, на соответствие тем требованиям, которые в том числе и предъявляют различные регулирующие органы. Ну, коллеги, я свою часть завершаю. Если у вас будут какие-либо вопросы, относящиеся к технологиям Citrix, пишите на наш общий адрес se-rus.com, и я и мои коллеги Михаил, Михаил и Леонид постараемся вам на них оперативно ответить. А сейчас я с удовольствием передам слово Сергею Бочерикову, который уже нам расскажет о вопросах внедрения и о том, как это лучше рекомендуется сделать. Сережа, сам возьмешь или мне тебе передать? Передай. Хорошо. Так, сейчас, секундочку. Так, все? Держи. Всех приветствую. Картинку видно? Да, да. То, что нужно, да? Окей. Всех приветствую. Переходим к практической части нашего вебинара. Собственно, о том, как можно организовать защищенную инфраструктуру внутри сети для заинвестоповского решения и вовне с использованием Микенскейлера. Сразу пару слов о том, что мы будем и не будем сегодня делать. Мы не будем разбирать какие-то сложные вопросы. Сереж, извини, пожалуйста. Слайд это с PDF, который нужен, чтобы вы были... Секунду, тогда перевешу. А то всем транслируется кусок PDF. Секунду. 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 Момент. Сейчас я утащу. Окей. Итак. Цель и план наш на сегодня. Мы не будем делать чего сложного. Потому что сложное мы бы делали долго. Поэтому наша задача просто посмотреть, что можно здесь сделать, чтобы оно так и заработало. нарушая кучу при этом best practices, в частности, например, по части того, как нужно или не нужно настраивать certification устроить в Microsoft. То есть настроено next, next, next и поехали. Понятно, что так нельзя. Там где-то может быть будет SHA-1, там где-то может быть будет что-то еще. То, что уже к best practices сейчас не относится. Но если делать все очень детально, это займет много времени. Детальнее приходите на курсы, обучайтесь. Этим всем можно заниматься пару недель на обучение, а не за час здесь на демонстрации. Второй момент. Это живая демонстрация конфигурации. Все может пойти не так. Сломаться может все, что угодно. Я ее, конечно, уже прогонял, но могу упустить все, что угодно. И, скорее всего, не буду чинить, если это сломается. Потому что мы не будем здесь сидеть с вами два часа. Так что, учитывайте это. Обычно опасно так делать. Но я не Citrix, мне можно. Я учебный центр. Наша задача как раз посмотреть. В частности, где что можно сломать? Почему нет? Материалы этого вебинара собирались из нескольких курсов. Ну и не только, чем вот это себя добавлено. Базовое администрирование Citrix, курс CXD210, относительно новый, прошлого года, который кое-что из этого содержит. Еще некоторые настройки по безопасности имеются в курсе 310, который называется Advanced Administration. Там их не так много, они тоже есть. Но основное вообще, что мы здесь показываем, содержится в курсе CX270, который незаслуженно упускается многими слушателями. Это большой комплексный курс по безопасности цитриксовых решений, в котором, ну в частности, покрывается все, что мы будем показывать здесь и много еще другого. И там можно с этим поиграться, попробовать и разобрать в деталях. Так что, не смотрите, если что-то делаем, срезая углы, и не смотрите, если что-то сломается. Все может пойти нестандартно. Продукты, которые мы используем... Главное ломать не на продуктивной среде. Это как раз... Да, это компьютер, который у меня в соседнем стоит в кабинете. Лабу по Цитриксу для таких экспериментов можно вполне спокойно собрать на компьютере с 32 гигабайтной памяти. Все туда укладывается, все прекрасно работает. А значит продукты, которые используются. Zen Desktop 7.16, Nestle 12, последнего билда. Я хотел записать в слайд, какой конкретно билд, но забыл, простите. Тот, который сейчас актуальный. Zen Service 7.3, тот тоже, который сейчас актуальный. Windows 10, Windows 6. Актуальный сегодня 7.17 и 7.4, они вышли вчера. 7.4 вышел вчера, прекрасно. Актуальный на момент постройки стенда, да. Я чуть раньше, чем вчера построил. Соответственно, Windows 10, Windows Server 16, SQL Server 16. То, что у нас здесь развернуло. Окей. С чем вообще мы будем работать здесь? Вот схема простейшая цитриксовой инфраструктуры со всеми соединениями, которые будут в ней присутствовать. У нас есть какие-то внешние устройства, у нас есть какие-то внутренние устройства, внешние, вот тут за firewall обращаются через Nestle, внутренние, соответственно, во внутренней сети. Storefront, delivery control system, VDA, то есть агент. У меня это одна машина с Windows 10. Просто, просто машина, которую одному пользователь. Пользователь у меня единственный на весь домен называется администратор. И компоненты, с которыми взаимодействует контроллер, соответственно, SQL Server, потенциальный гипервизор. Единственное, что у меня в лабе не используется лейсенсервер гипервизор на практике, потому что лицензия может не ставить работать в грейс-периоде. И гипервизор у меня там тоже с контроллером не завязан, потому что нет необходимости. И наша задача здесь, по максимуму, я не знаю, насколько мы ее реализуем, по времени, сделать все эти стрелочки, которые здесь нарисованы, SSI-мин. TLS-мин, если говорить точно. То есть какие-то из них делаются достаточно просто, и какие-то из них мы разбирали, и все разбирали всегда. А какие-то чуть сложнее. Не супер, не страшно, но несколько сложнее. В остальном стартовая конфигурация абсолютно дефолтовая, нащелкана next, 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 next. За исключением одного изменения, я объяснил эндпоинтовскому ресиверу в реестре, что ему можно заходить на StoryFront, который сидит по HTTP. Иначе бы он и так и так не заработал. В принципе. То есть базовая конфигурация плюс один ключ реестр. Ну и приступим тогда. Соответственно, что нам нужно сделать? Не в том порядке, в котором мы будем делать, с порядком сейчас определимся. Поднять. Фактически вот туда, куда стрелочка прилетает. На каждый острый конец стрелочки поднять SSL-TLS. То есть на нитскейлере, вот мы сделаем попозже, на StoryFrontе, с StoryFront общается конец скейлер, так как внутренний импорт. На деливери контроллере, тут на него прилетает аж 4 стрелки, на нем уже встроены SK. Достаточно один раз это сделать. А на VGA, SQL, License Server, на гип-релиз. Вот, собственно, что мы будем делать сейчас. Может быть, не в полном объеме. Посмотрим. Самое простое – StoreFront. Со StoryFront во внутренней сети общается сразу непосредственно конечное устройство. А из внешней сети прилетает, тут тоже есть какое-то устройство, которое использует Nescaler как проксю. Nescaler пробрасывает соединение на StoreFront, но с точки зрения StoreFront клиентом является Nescaler. Почему важно, кто является клиентом, кстати говоря? Потому что во всех этих конфигурациях, когда мы привязываем SSL, любая стрелочка, для любого соединения, у них два конца. На клиенте должен быть сертификат доверенного SEA, который выписал сертификат на сервер. То есть, в нашем случае, допустим, клиент, Nescaler, но у нас здесь клиент, ему доверяет, а этот выдал сертификат на StoreFront. Для любой стрелочки, которая у нас на схеме нарисована, это должно быть так. У нас есть единый SEA, уже развернутый, которому, я надеюсь, что доверяют все. Вроде всем сказал, чтобы они ему верили. С доменами все легко. С внешним устройством надо было еще это объяснить. Окей, поехали. Начинаем с StoreFront. Вот у меня сразу internal-система. На ней уже открыт десктоп. Работает. Можно закрыть. Соответственно. Но, как вы видите, StoreFront не секьюрин. Так, пойдемте же за секьюрином его. Самая простая часть. Опять. Нам нужно прицепить к нему сертификат. Идем в X. Идем в X. Идем в X. сервер сертификат. Получаем домен сертификат. Почему мы это делаем легко? Потому что у нас так называемый enterprise серий, с интегрированным в домен центра сертификата. Я нажал или не нажал? Я нажал. Называется он sf-lab-тест. Ну и можно не будет писать в разумительную информацию, чтобы не терять время. Самое главное, что у вас всегда должен совпадать common name сертификата с именем сервер. И это нарушать нельзя. И это еще требует в дальнейшем, чтобы все подключения, которые вы делаете по SSL, делались по имени. Соответственно, это завязывает вас еще немножко на DNS. С айпишником не пройдет. Ну вот, имя у меня вроде бы такое. Что-то здесь, конечно, отсорите. Вроде бы знаем. Фрэнглинаем. Поехали. Я привязал сертификат к storefront tool. Если я сейчас на него пойду. А, надо еще прибиндить, конечно же. Выясним. Добавляем бандинг. Тут у меня вот хттпл бандинг. Делаем привязку хттпсовского протокола. Выбираем тот сертификат, который привязали. Окей. Чтобы сделать жизнь себе сложнее, я уберу привязку HTTP. Это добавит мне веселых баллов сейчас. Вот так. Я убрал 80-е. Как оно, в принципе, должно быть? Интересно, заработает оно после этого или нет? Я ставлю на то, что нет. А вот с аудиторией интереснее живой. Кто знает почему? Попробуйте написать в чат. Может, кто-то угадает? А ссылки вставят в призы. Про призы я пошутил. Не бейте меня. Давайте посмотрим. HTTP. 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 ВОООО. Это ожидально. вещь, я как раз хотел продемонстрировать. Что я забыл сделать? Я забыл объяснить StoryFront. Я переделал ему сервер, а он-то об этом не знал. Поэтому мне надо ему объяснить сейчас, что у него поменялся URL. Вроде бы это мелочь, а зачем ему? На самом деле здесь есть тонкий момент. Дело в том, что StoryFront обращается сам к себе по HTTP или HTTPS. Если он не знает, где он там есть, он не сможет. И вы увидите такую ошибку, которую вы сейчас наблюдаете. Итатком развернутой лабы на компьютере по столу является то, что на них работает. не раскочегарилось еще. Так. Так, ладно, пока она стартует. Я проделаю ту же самую операцию на Delivery Control. Сертификат ему тоже можно получить. В то время не терять. Можно не объяснять ничего нового. Сервер называется DTC. Ну что там? О, готов. Окей. Вот здесь ChangeBaseURL. То есть сейчас StoryFront думает, что он висит на HTTP. На самом деле на HTTP уже ничего не висит. Мы только что оторвали HTTP от StoryFrontа. Если бы я его не оторвал и бы этого не заметил, оно могло бы сработать. У меня бы не было этой ошибки. Но как только я начинаю делать для StoryFrontа лоуд-балансировку или вот что-то подобное тому, что я делаю сейчас, это становится важным. Сделал. И здесь еще есть один тонкий момент, который, скорее всего, править мне здесь не нужно будет. но если я зайду вот сюда, вот мы значимы Северфор и зайду здесь в конфигурии, потом в Advanced Settings. Вот здесь настройка, которая отвечает за конфигурацию на себя, за коммуникацию с самим собой, на его loopback communication. То есть как он будет к себе обращаться? Потому что если у вас он обращается к loopback, опять же, ссель не сработает, потому что имени совпадает. Вот здесь можно это покрутить. Но вроде как мне здесь сейчас это крутить не надо. Оно должно и так сработать. Я надеюсь. Попробую. есть какой-то диск-топ. Я каждый раз потом не буду проверять, что оно запускается. Сейчас один раз проверю. Запускается. Теперь одну стрелочку мы сделали. Сейчас. Secure. То есть все, что обращалось в StoryFront. Окей, едем дальше. деливери-контроллер. Деливери-контроллеру обращается много кто. Деливери-контроллеру обращается StoryFront, деливери-контроллеру обращается деливери-агент. И также на DB-контроллере, там на нем сбоку, но в том же, как бы сказать, SSL-ном профиле, ИИС-овском профиле, привязан к так называемых STA. STA необходим для функционирования скейлер-гейтвэра в некоторых режимах. И он должен быть, не вдаваясь в подробности. И подключение к нему тоже должно быть секьюрным. Там особо критичной информации не передается, но может передаваться информация достаточно для того, чтобы перехватить сессию. Поэтому подключения к STA тоже должны быть секьюрными. Надо понимать, что они из разных мест происходят в Сори-фронте. Подключение к STA и подключение, собственно, к самому сервису контроля. Но сертификат вешается один на все. Ну и кроме того, на контроллере регистрируется Delivery Agent. Соответственно, сделаем вот на контроллере. Окей. DDC. Lab. Test. Получаем сертификат. Получили? Получили. Перевязываем. Я пока не буду, нельзя это отвязывать. Дальше. Объясняем Delivery контроллеру, что ему нужно использовать сессию. Кажется, вот сюда. Да. Соответственно, у нас здесь как раз настройки. XML сервис сцпорт 443. XML сервис сцпорт 80 нас устраивает. Что у нас здесь может не устраивать? То, что он хочет ходить. и может ходить по HTTP. Соответственно, изменим это. карта так. и значение 0. То есть, параметр говорит ему не ходить без сц. Все просто. окей. 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 Бандинг. Смотрим, что получилось. Что получилось. Что получилось. Смотрим. Надо мне вырисовать. Хороший вопрос. Наверное, надо было. Да, я рестартану его просто как сервер. Надо было рестартануть. Где он? Вот он. Вот он. Поехали. Пока я стартую, ну понятно, что он не заработает. Почему он не заработает? По очередной причине. В StoryFront не указано, что на delivery control надо ходить по SSL. Давайте укажем. здесь и labtest и теперь теперь ошибку и провоцировать не буду. Мы говорим, что не будет. aver. Ну, здесь, Cit'я. Так, если студия быстро стартанет. Ладно, опять же, пока она стартует, я забегу вперед на следующий шаг. Следующий шаг – установка ССЛ на VDA. Где у меня VDA? Ну, все, в консоли, думаю, можно не объяснять. Компьютерный аккаунт, локальный компьютер. Так, ну что, как там наш DDC? Нет, еще нет. Окей, хорошо. Здесь я немножко лукавлю на самом деле с настройкой сертификата на VDA. Потому что у меня развернута машина, это в режиме существующей машины, в режиме установки ремонт PC. То есть это просто компьютер, без всяких МЦСов и без ПВСов и без всего подобного, без авторазворачивания машин. Потому что если бы машины авторазворачивались, мне пришлось бы попотеть немножко больше. С прибиванием сертификата к этим машинам. Приходите, учитесь. Возможно, там потребуется автоэнрофор. Понятно, если у вас машин-каталоги, там, не знаю, 5000 компьютеров, подключение к ним должно быть зашифровано SSL. А, соответственно, на каждом из 5000 компьютеров должен быть сертификат. Понятно, что вы не будете его прибивать вручную, это как я сейчас делаю. Вам нужно будет прибить какой-то скрипт, который получит его сертификацию на авторике динамически. Возможные варианты. Автоэнрофор какого-нибудь. Здесь у меня немножко проще в наших демонстрационных целях. Потому что у меня единственная машина. Так, сертификат. Сертификат. Хочу сертификат. Сейчас посмотрим. Заработал он EDC. Заработал он EDC. Хотел. Да. EDC заработал. Ну, что-то само по себе говорит уже о том, что я, в общем, пока еще ничего не сломал. Я хотел вот это. Заканчиваю разговор про настройки. Вот это. Это тоже немножечко добавит шифрование. Но это старый алгоритм шифрования, который в цитрике стал еще с древних пор. Коллеги из цитрикса подскажут, сколько лет. Уже 20. Его, в принципе, не помешает включить. Хуже от этого не будет. Сильно лучше тоже. Потому что основное, что мы будем делать, это вот следующие операции. Привязывание ТЛС к идее. Вот это вот недостаточно. Ну, да, сделаем. Не жалко. Не будет лишних шифрований. Окей. Так. Где-то моя машина. Даже не машина. Да. А сколько у меня работает консоль, у меня работает вроде бы там машина, ну, проверим и дальше потом. Я не нарушил подключение к EDC. Так что все хорошо. На этом можно тоже поставить галочку. EDC мы за секьюрили. Идем дальше. Веди то, что я уже начал делать. А на нем должен быть сертификат. Обратите внимание, что к VDA подключается не только Endpoint Innscaler, как прокси для Endpoint, он также и Delivery Controller. Они общаются в обе стороны. Давайте я дорисую. Здесь у нас External Client потенциальный. А Delivery Controller пинает VDA и VDA пинает Delivery Controller. На Delivery Controller мы уже полечили. Storyfront здесь не нарисован. Ведей давайте полечим. Окей. Окей. Значит, сертификат. 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 Запрашиваем сертификат. И отец. Спасибо. Получили. Никуда не убегаем, потому что это еще не все. Нам нужно кое-что от этого сертификата, а именно вот это. Вот это число, его отпечаток. Мне нужно сохранить. Я его засунул себе в буфер. Окей. Спасибо. Обычный PowerShell разрешил запуск неподписанных кимдалетов, потому что у меня есть неподписанный кимдалет. Где-то там лежит. Черт. А дальше что? Посмотрим. Imable VDSSL. Вот такой вот кимдалет. Откуда я его взял? Я его взял с дистрибутива ZendeskTOP. Вот он у меня здесь есть. А кимдалет, который включает SSL в VDI. Я его не написал. Enable VDSSL. Наверное, надо сказать ему E-Enable. Так, кто у меня там возит? Сейчас, простите. Консолька приболела. Вот видите, если что-то может пойти не так, а он и пойдет не так. А я, конечно, почему он тормозит. Еще раз. Е-Enable... Е-Enable... Можно задать SSL Cypress Suite, можно задать минимальную версию SSL. Я, наверное, не буду это делать. SSL Port. Что еще ему сказать? Да, Port, Enable, SSL Version, минимальную версию можно задать. И самое главное... Сертификат... Вот так. Короче говоря, таким образом я привязываю свой сертификат с целью на VDI. Сертификат полученный вот только что. В чем именно этот? Не быстро. А-хам. 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 Угу. И блин. Продолжение следует... 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 Надеюсь, что ответил на вопрос, если что, докиньте еще, если что, непонятно. Продолжение следует... Сейчас покажу еще раз... Вот оснастка сертификатов... И вот полученный сертификат. Вот... А как он связался с Зендесктопом? По своему номеру, по своему спринту. Я взял вот этот вот сам принт, и его я засунул в PowerShell. Теперь Зендесктоп, Delivery Agent, найдет этот сертификат, поэтому сам принт сам найдет его в Store. Ну, а Store, как бы, он представляет сертификаты всем, кто попросит, у кого права есть. Так что... Тут никак ничего... Никакой привязки... Очевидно, не наблюдается. Так... Сделаю sign-out. Надеюсь, что я сейчас смогу заладиться. Но это еще не все. Так... Я возвращаюсь в Delivery Controller. Группа... У меня, Delivery группа, называется Desktop. Или Desktops. По вашему праву. Это важно. Десктоп. Соответственно... Смотрим... Get... Bro... ... Access Policy Rule. Desktop Group Name. Desktop. Вот так вот. Смотрим... Сюда. И видим вот такое. То, что для этой группы сейчас... HDX SL... Выключен. Соответственно... Ну, понятно, нам надо что-то с этим сделать. Надо с этим что-то сделать. Ну, так... Из... ... 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 Причем здесь DNS? Совершенно верно. Потому что SSL. А если SSL, значит ходить нужно по имени, потому что приобретать мы вводим имя. Можно объяснить, что нужно ходить на VDA. Теперь по имени. Куда пойдет это имя? Ну-ка файлик. Файлик будет пролезать не IP-шник, а IP. Окей. Что-то типа того. А если я нигде пальцами не накривил, у меня должно случиться добро. Прекрасно. Лагон. Диск топчик. Запускаем. Ага. Смотрите как. Оно работает. ДТЛС. Я не стараюсь скручивать здесь уже жестко 1.2. потребовало мне бы гораздо аккуратнее настраивать шифрование. Но вообще это можно сделать. Честно покажу где. По крайней мере, видите. ТЛС-1 поднялся. Уже хорошо. Причем обратите внимание, это интернерная машина, никаких не скейлеров. То есть это подключение A3. И оно уже, как это, во все концы со всех сторон ZishProm. То есть до StoryFront, до StoryFront, до DeliveryController и, соответственно, до Endpoint и до машины. Endpoint и до машины. Это по желанию. Для внутренней сети. До StoryFront и от StoryFront контроллера это must. Это в любой цифровой системе должно быть over SSL. Вот эта часть уже для внутренней сети не обязательно. Те две части, потому что там чувствительная информация летает, они очень... Хотя, в принципе, это, видите, делается совершенно легко. Поэтому... Почему бы не сделать? Окей. Окей. Еще вот в одно место заглянем. Сюда. На Домин-контроль. Если потом вам захочется накрутить ТЛССССР сильнее, есть политика, стандартная политика. Вот я здесь уже открыл, чтобы потом не искать. Соответственно, вы берете административные шаблоны ресивера, откладываете их к вашему... в вашей группе полисе, как нули. Сидрикс компонент, Сидрикс серии, на кроутинг. ТЛС, и комплекс мод конфигурэйшн. И вот именно здесь задается, с каким ТЛССом будет ходить ресивер на машину. Видите, можно сделать это понятно, мы на их ресивер политика применимся, если это неизменная машина, то мы просто шаблоны... Если это неизменная машина, то попрошу, и у вас должен быть надскейлер перед ней. Всё, и на нём мы поставим PLS 1.2, я тебя понял. Да. Окей. Всё. Вроде бы всё. Вроде бы всё. По части VDR. То есть мы теперь теперь пофиксили ещё и вот это. Остаётся вот это. То есть у нас работает, давайте дадим тут те же самые возможности, вот как к вопросу, который только что был, а как насчёт внешней машины, а не скейлер. А не скейлер. На 50% он у меня настроен там, потому что с нуля это долго и мучительно было бы. не мучительно, но долго. Вот. Поэтому... У меня есть не скейлер. Скорее всего, уже нет. Да, уже нет. окей. У меня есть не скейлер. скейлер. Тут нету лот-балансировки даже вообще. Он даже ты чё не включил. Я сейчас здесь лот-балансировкой. Мне нужен... Мне нужна только гейтвейская часть. Гейтвей у меня здесь тоже нет. Но некоторые компоненты я уже прибил, которые долго писать. А уже... Добавим мне скейлер гейтвей. Имя. Г-в. Сколько это внешний пользователь? Лап. Точка. Ру. Я симулирую, что у меня есть внешнее имя. А, вот такое. Сертификат, я, кажется, на него уже выписал. И, кажется, я плывал на него. Если я ошибся, значит, у меня ничего не заработает. Ну, окей. Айпишник. Тоже айпишник не оба какой. Это айпишник, на который у меня привязано внешнее имя. Сделал гейтвей. Сколько гейтвей будет, видите, работать по 443-му порту? Вот без этой штуки работать не будет. Must be. И он у меня есть. GV. Ладно. Он у меня уже есть, он заимпортирован. И под сертификатом на скейлер не такое маленькое количество пильков происходит, как на ИС. Поэтому я эту работу уже проделал. Здравствуют, в любом случае, младшие инженеры, которые все эти грязные действия сделают до вас. А вы будете делать самое-самое-самое. Интересное. Апп. Большую массовую работу. Окей. Сертификат прибили. Дальше. Атентикация. Добавим атентикацию. Бэйсик. 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 Как хттп бэйсик. Просто у нас скейлер есть еще и навороченные всякие способы. А мы о них поговорим на следующих вебинарах, если вам вдруг будет интересно. Хотя нет. Вру. Мы так на них поговорим, даже если вам не будет интересно. ЛДАП. И нам нужны ЛДАП полиси. По хорошему опять надо здесь нарисовать, но она у меня уже нарисована. выбрал. Вот. Бэйнт. Привязал. Привязал в ДАП полиси. Сейчас у меня заглянул. Еще. То есть я увязал свой НССС своим контроллером, чтобы он мог пользователем индицировать. Нет. Вот. Видите, вот тут два статики, конечно, мне не надо ничего. Мне нужно Published Applications. Published Applications. А, session policy, конечно же, еще. СТА. Как на картинке он нарисован, вот на этой. НСССР общается с СТА. Зачем он это делает? Вне скоупа нашего сегодняшнего вебинара. Но делает. Что важно запомнить, что и StoryFound, и НСССР должны указывать на один и тот же СТА. Точка. Давайте же укажем. Где у нас сейчас СТА? Там же, где контроллер. То есть теперь это будет ИТПС. Давайте посмотрим. Эти. Он сразу показывает, что он Up. Он Up, он получил ID, значит, я на этом месте не прокололся. EDC LabTest. Поехали. И мне нужна политика. В Session Policy. А, уже тоже есть. Я тоже прибиваю. Сейчас покажу их. Что у меня в Session Policy? Давайте посмотрим. В Session Policy у меня привязывается профиль. А в профиль у меня настройки, собственно, с индустоповские. И для минимальной работы Gateway мне нужно следующее. Мне нужно default alone, это и так сказать. Мне нужно eko-proxy on и указать адрес вид интерфейса. Причем с store. Куда будет перебрасывать юзера после вагона? Перебрасывать будет на Storyfront по HTTPS, потому что у нас сейчас все по PS. Окей. Значит, профиль есть. Policy есть. Policy bind. К acomodator. Так, LDAP в полисе есть. Сервис сертификат есть. В полисе есть. А, Сета есть. Чего нет. Неплохо подткнуться вот сюда. И выпить зло. Вот зло. Выключим зло. По желаниям можно вот это тоже все покрутить. Но я не буду рисковать, потому что я уверен, хорошо ли я сделал сертификационал в сайте. Надо больше времени, чтобы красиво по S1-2 работал. Поэтому я оставлю первый. Типа того. Вроде все. Попробуем проверить. Кстернул. Что такое кстернул? Кстернул стернута, не доменная машина. Соответственно, HTTPSGB.ru Внешняя имя, которая привязана к внешнему лапишнику. Во-первых, у нас не внешний, но это не важно. Во-вторых, надеюсь, что за работой. А, не заработает, а что он не сделал? Кроме того, я должна ответить. Нет, не ответил. Ладно, разберемся, почему она нет позже. Да, я даже знаю, почему. И сделал еще одну немаловажную часть. Мне же нужно объяснить про Гритвей. Из этого лучше не начинать. У меня здесь есть Store. Соответственно, посмотрим. Минтаж. Мы посмотрим. Конфигуриру ремонт аксесс. Конфигуриру ремонт аксесс. пускать пользователей через StoryFront, через ресурсы доставляемых без всяких VPN-туннелей. VPN-туннели, опять же, не копа нашего вебинара, а обычный ико-пропси. Вебинар за ZM Desktop. Gateway у нас будет называться GW, URL у него HTTP S GW lab root usage indication of GX routing, то есть она идентицирует и трафик SEM пропускает. STA здесь точно так же указывается, говорилось и там, и там. HTTP S DTC lab test push все. Callback я не буду делать, потому что Smart Access я здесь не собираюсь использовать. Все. И таким образом я включил Remote Access. Теперь мне надо разобраться, почему он не работает external gateway. И дайте мне на это одну секунду. Огонь. Я не могу. Я не буду делать. Я не могу. Я не могу. А вот, да, не странно. Страдания, сколько внешнего DNS у меня нет, роль DNS выполняется в файле hosts. И, конечно же, вот так вот. Так вот. Что опять? Еще раз. Так, а посмотрим, что он показывает. А, вот сюда. Окей. Сюда. Я ничего не выключал, поэтому у меня выскакивает трехкнопочное окно, всем известно, и схема у низкого левого тоже старая. Работает только вот это. Сюда откнемся. Так. Окей. Ну, что-то должно открыться. Коллеги, полтора часа прошло. Не устали еще? У меня еще есть немножко, минут на 15, но я, наверное, это сокращу. Я не буду это делать, я просто продемонстрирую, где это делается. Потому что там много писать все-таки. И это как бы не основное, но я просто покажу, что это есть. Потому что основное, внешний, внутренний доступ мы сейчас, я надеюсь, уже сделали. У меня сейчас ресивер распочекается. Да-да-да, 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 мы все согласен. И, Сереж, потом есть там вопросы, по которым нужно будет пройтись по стенду, задавал вопрос, не все успевали озвучивать. Окей, хорошо. Тогда я лишнего, ну, сейчас подрежу, чтобы мы не сидели два с половиной часа. Работает. Ай, промахнулся. Вот он. Работа. ДТЛС. Все. Аллилуйя. Так, ладно, давайте тогда, может быть... Хотя ладно, сейчас я закончу. С надсквейлером тоже покончено. Таким образом, у нас те компоненты, которые обрабатывают клиентские данные, в общем-то, уже за секьюрингом. Что осталось? Осталось три вот этих штуки. Снс, гипервизор, эсквейл. А сейквейл достаточно важно. Потому что, и, кстати говоря, это не очень там стандартных, кроме секьюрного курса, нигде не разбирается. На самом деле, SQL необходимо точно так же сделать под СССР. Обязательно. Я сейчас по-быстрому покажу. Про СССР и гипервизор, наверное, много говорить не буду. Тогда. Ну, вот у нас еще остается потенциальные стрелочки, которые по отдельности засекают. Посмотрим, что мы можем сделать с сиквелом. С сиквелом там есть одна подстава. Одни закопаны грабли. Что будем делать? Сиквел. Нет, не ведет мы сегодня. Ведь он не хочет, чтобы он не возглавился. Так. Тут то же самое. ММЦ. Сертификатик. Сертификатики. Пусть, пусть, пусть. Попущаем сертификат. Пусть, пусть. Ничего особенного здесь не делается. Победа неzel. Пусть. Пусть. Дальше у меня есть вот такое. Я выбираю сертификат, вот здесь я могу сделать force encryption. Я сейчас не буду делать force encryption, если я делаю force encryption, yes, nicequare может закономиться только через SSL. Но тут есть аккуратно прикопанные грамли. Дело в том, что у сертификата есть мыночка права, кто может, ну а чтобы пользоваться сертификатом, нужно иметь доступ к закрытому ключу, кто может пользоваться его закрытым ключом. По дефолту esquare может, если я сейчас вот так вот сделаю, как бы все по новым написано, туда-сюда я не буду работать. Поэтому мне нужно пойти, ну мне нужно понять, под каким аккаунтом у меня собирается работает esquare? Esquare сервер, ну как бы известно, но у всех может быть по-разному, у меня по ленивому способу сделано, поэтому понятно, вот таким аккаунтом он не работает. Таким? Ну, в любом случае, вот этот аккаунт должен иметь право читать вот этот сертификат, вот эти проектки. Соответственно, Сколько тут системы? Вот так, вот так. Фулл контрол убрать. Вот после вот этого, если я в другом месте нигде не протачу, окей, рестарт, надеюсь, что мне рестартанет московский сервер. Но это я сделал только одну часть, рестартану. Это я сделал на SQL. Теперь мне надо то же самое сделать еще в контролере. Но надо, наверное, показать все-таки. Надо, наверное, все-таки показать. А где мой танк? Ну что ж, мы постоянно слетаем. Вот мой контроллер. И здесь, если кто-то из присутствующих делал какое-нибудь восстановление базы, или переезд с базы на базу с мироулингом, или переезд с базы на базу, одна и та же процедура. Нужно переправить connection. Смотрим. Get broker DB DB connection. Вот строчка подключения. Соответственно, SQL lab test. Да, конечно. А соответственно, я могу сделать set broker DB connection DB connection DB connection DB connection DB connection DB connection Но вот тут тонкий момент. Нельзя переставить DB connection С одного DB Connection его нужно переставить на Now, а потом переставить на другой. Как говорится, ZSB-дизайн. Now. Я только что завалил на десктоп. Соответственно. И вот теперь я могу восстановить его. Encrypt равно true. Ошибочка, Сережа. Encryption, а не Encryption. Да, Encryption. Encrypt равно true. Все вроде бы. Ок. Я сделал одну двадцатую часть того, что я должен был сделать. Потому что переправил connection, Encrypt, но ты только для брокера. OutCentrix еще от 10 до 20 сервисов. Причем нужно будет посмотреть в документации или на конкретном сайте, какие конкретно у вас. Потому что это версии специфичные. В новых версиях добавляются новые сервисы. У каждого сервиса свой коннект. И каждому сервису нужно коннект с секьюром делать отдельно. То есть у вас должна быть такая поршельная пастыня, которая всем вставят в Now, потом всем вставят в Encrypt True, а всем там с каким-то там сервисом 20. При этом у нескольких сервисов есть не одно, а два подключения к базе. Это мониторинговый сервис и это конфигураторический блогинговый сервис. Соответственно, у вас еще будет мониторинговая база, конфигураторический блогинговый сервис. У нас нужно два коннекта править. Как это делается? Еще может быть сэшн-аудитер, сэшн-рекординг. А, да, да, это тоже еще, да. То есть надо понимать, что актуально в вашей сервисе и поправить connection. Именно поэтому я предусмотрительно не включил force в SQL SSL, потому что тогда мне пришлось за все эти сервисы ответить. А я вот не хочу сейчас, в принципе, этот список составлять. Но основной сервис — это правило. Это вам как proof of concept. Ну что? Да, на этом, наверное, деятельная часть заканчивается буквально в два места. А licensing server у него тоже есть SQL SSL и веб-сервис. Единственное, что у licensing сервиса — Apache. Вот здесь вот. Соответственно, вот тут Apache, вот тут его Conf. и вот здесь лежит server key. То есть он не пользуется Microsoft, поэтому ему нужно заэспортировать корректно ключ. А я не буду это сейчас делать, потому что это займет некоторое время, поскольку это требует плясок с целем, чтобы распаковать Microsoft ключ на два ключа. То есть получаешь, соответственно, сертификат, его развязываешь на две части и прибиваешь сюда к Apache. После этого ты идешь куда-то сюда. Вот сюда. И где? Где? Здесь. И вот здесь. И вот здесь вот LaunchLack — это ирлык вот на вот это. Потому что по облачанию этот Lightning Administerial Console будет обращаться к Localhost. Здесь прямо в нем правил, куда она будет обращаться. Ну и сертификат, как вы прибили, должно сработать. Это следующая стрелочка без демонции. И последняя стрелочка подобного уже здесь в Zen Desktop. В Zen Server. А где оно там у нас лежит? Где оно у нас там лежит? Zen Source. Это Zen Source, если я не ошибаюсь. В Zen Source у нас лежит XIP SSL. Тема. Это опять же сертификат, который вы должны по SSL привести в адекватную для Zen Server форму понимаемую. Рестартануть Toolstack, рестартануть SSL. Эта тема тоже есть в Гайды. Опять же, подробнее на курсе можно получить. Сюда укладываете сертификат, перестартуете XAPIST, у вас гипервизор начинает тоже общаться по SSL. На этом у нас получается, что мы накрыли все стрелочки, которые имелись. Вопросы? Еще вопросы? Ну давай, Сереж, побежим по вопросам. Сейчас я их открою. Из того, что отвечено или не отвечено. Так. Значит, был вопрос о запись сессии в каком процессе? Сейчас не слышно. Я думаю, может у Сергея что-то с Connect'ом случилось. Сейчас слышно. Раз, раз, раз. Да, слышно. Ну давай, я может тогда пока... Давай. Возвращай это. Отдельно лицензирую или нет, коллеги Дарьевны? Я отвалил. Вот. Соответственно, ответ очень простой. Запись сессии включена в платиновую редакцию NAPA и Zen Desktop, а отдельно дополнительно не лицензирую. Так. Теперь следующее. Какой уникальный вендор-лог функционал в данной схеме применяется на NAPA? Владимир вот задавал такой вопрос. Значит, соответственно, хорошо будет, что именно интересно. TLS либо выпуск, не выпуск, а привязка конкретных шифрований. Так. Везде меняется HTTP на HTTPS. То есть, как удостовериться, что шифрование именно TLS 1.2, а, например, не SSL 3.0? Ну, ответ ребята дали о том, что на NetSkill'е просто исключить остальные типы. Ну, там видно было... Нет, если это неформальная ответственность, то воткнуть в аэропорт и посмотреть. Ну, это как бы именно проверить. А чтобы по умолчанию не пыталась использовать другие, просто на NetSkill'е убрать соответствующие чекбоксы очистить. Да, внутренне она показывает, какую версию протокола она использует. Мы смотрели на нее для NetSkill'а, но мы очистили чекбоксы, если мы этому верим, то все... Ну, мы с тобой оставили TLS 1.1.1.2. Соответственно, если нужно совсем все жестко, то очищаем еще TLS 1, TLS 1.1, оставляем TLS 1.2, но при этом нужно убедиться, что сертификация настроена правильно. Да, сертификация и убедиться, что совместимость будет соблюдаться тоже. После навешивания сертификата, который был шутить, проблемы с подключениями. Ну, это очень простой. Значит, если мобильное устройство используется через корпоративный Wi-Fi, оно не выдает, но и не внешний доступ. Ну, соответственно, многие уже посоветовали поставить NetSkill'а Access Gateway как еще один сервис и заруливать вот таких пользователей, в том числе через внутреннюю часть NetSkill'а. У тебя схема была подключения NetSkill'а прямую к Storefront'у, соответственно, подключение таких же пользователей. Ну, кстати, многие же используют NetSkill'а для внутренних сетей. Это тоже удобно и дает свои преимущества в частности мониторинга, например. Нужно ли в настройках Storefront указывать callback? Возможно, но не обязательно. Если не используется SmartCard интеграция и SmartAccess, то не нужно. В противном случае, нужно. Сертификат SEI в Gateway почему-то не указан, это у тебя был? Да, был. По-хорошему, у нас был не критичный, да? Да, здесь не критичный. Так, политика была по LDAP-каде, а это по каким портам сертификатам? Наверное, действует не так. А, да, я хотел показать. Когда-то здесь все очень минимально. Где у меня? Политику я забыл показать. Естественно... Да. Вещи, которые я забыл продемонстрировать, это та самая политика, которая в LDAP-полисе. Но я ее сделал опять длинным способом. Прошу меня не пинать. Ну, тут именно не политика, а тут профиль сервер. А здесь она у меня идет без SSL, а просто на сервер обычно дергает еще под администратором. За это вообще нужно наказать. Но можно сделать, пожалуйста, вот так. И она будет работать. Вот, это раз. А, в session policy я показывал, так что, да, все. Так, идем дальше. Так, 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 так. Есть ли имя сф-маус-срв-нормена по имени сф, что нужно указывать в common name сертификата? В common name сертификата должно указываться строго то, на что пойдет обращение. Если у вас обращение идет по длинному имени, должно указываться длинное имя. Если обращение вдруг пойдет по короткому имени, должно указываться короткое. Если вы хотите и так, и так, то вам нужен такой сертификат, который будет по S&I работать. То есть, который может и на то, и на то имя быть. Но это, как бы, вне скопа опять нашего с вами вебинара. Можно сделать и так, но на каждое имя, на каждое обращение должно быть строгое совпадение имени сертификата с S&I. Разваливается ли что-либо, если в базе VDA два непросроченных сертификата с одним именем? Нет. Это как, у меня есть два паспорта заграничных. И они оба непросроченных. И у меня ничего не открывается. Могу пользоваться одним, могу пользоваться другим. Я правильно понимаю, что в этом случае используется сертификат, который ты указал? То есть, тот, который привязан, то есть, тот, который используется. Вот с каким паспортом я поеду за границу, с таким я поеду. То есть, то, что у меня есть где-то там, не важно. Больше того, у меня в лабе есть сертификаты, которые там с прошлой генерации этой лабы выдавались, а они где-то там или наоборот, где-то там с стэпшотом откачано назад, это как бы и не выдавались. Но они тоже есть. И сертификат, он сам работает по себе. Еще, ты, скажем так, показывал такой лайтовый вариант простой, когда у тебя машина просто с нуля. А в этом случае, например, как в случае, если у тебя там машины, чем CS и PS, там на 100, на 1000 машин, настройки SSL для VDA-агента. Скриптом, который авто-энроллит сертификат на старте машины. Этот скрипт впадает в базовый имидж. Соответственно, машина при старте получается без сертификата. То есть, нужно... Ну и привязывать это к VDA. То есть, чуть больше работы, но, в общем, не сподоба. Ну, вопросов больше нету. Были вопросы по поводу нашего ютуба. Перекомен, выведи тогда на экран адрес. Коллеги, рекомендуем вот именно подписаться, чтобы вам просто приходили уведомления о том, что мы на ютуб канал выкладываем. Это первое. И второе. Как у нас там будет больше 100 пользователей, мы сможем имя канала выводить в удобный вид. Например, ситых, знак подчеркивания, are you. Окей. Одно у меня уточнение по поводу сертификата. Ну, это скрипт может сертификат, как более глубоко знающему эту проблему. Значит, по нашей статье, вот я с Олегом отвечал то, что сказал Сергей, что автоматический скрипт, выделился сертификат на поднимающуюся машину, она его все цепляет, и далее, соответственно, выдашный скрипт, который цепляет его за агент. И она и подходит. Ну, потому что сервис, она стартует раньше, работает этот скрипт по политике. Вот это, наверное, надо отдельно посмотреть. Может быть, это из Минтиана, которая давала ссылку, а ей около двух лет. Поэтому, Сережа Халяпин, надо вопрос вот обязательно сохранить. Ну, хорошо, давай тогда напиши, Лень. Сохраните вопросы из группы, потому что я пока только чат могу сохранить. Окей. У тебя в меню должна быть возможность FileSafe. Те, кто с Windows машины сидит. Угу. Окей. Были были также на тему следующих вебинаров. Я озвучиваю часть из них. Это рассказать про подсистему печати, ее настройки. Рассказать про подготовку золотых образов, автоматизацию этого процесса. Это рассказать о возможностях CITX плюс Microsoft при работе в Ажуре. Мы делали такую совсем базовую. Это Essentials. Сейчас Леонид с коллегами из Microsoft тестируют так, чтобы это можно было продемонстрировать, показать, рассказать с точки зрения настроек. Я надеюсь, в ближайшее время мы это сможем показать. Если у кого-то возникли пожелания по темам вебинаров, по идеям, что бы вы хотели посмотреть, пожалуйста, коллеги, не стесняйтесь. Здесь пишите se-rus atcitrix.com и мы стараемся, скажем так, ваши планирования при планировании вебинаров. Ну, коллеги, я так понимаю, что больше у нас вопросов нету. Ссылку на канал, Сережа Бочериков или Леня, выведите, пожалуйста, на экран. Кто-нибудь заберите у меня презентера. Так, Леня, я тебя сейчас тогда переключу. Так, Леня, ты у нас презентер. Вы, пожалуйста, расшарь экран, да. Сейчас, давайте я пока, пока тут у нас пауза тоже. Все, нашел. Брал у тебя. А, все, Леонид уже вывел, да. Вот, Ленин, скопирую. В Варде, как бы, крупным шрифтом его выделили. Вот, Норик, вон, у нас 97. Нам осталось 3 человека и можем просить администрацию YouTube, чтобы нам дали нормальный адрес для запоминания, они вот этот вот сложно запоминаемый, сложно распроходимый. выведешь-то, ну, в ноутпаде, например. Да, я думаю, фоллоуап можно кинуть. Да, это, конечно, мы обязательно кинем, но, да. Вот пока он вот такой, соответственно, как только можем по внутренним правилам. А, кстати, я вам корректирую сегодня. Осталось. Осталось немного, осталось еще 3 человека. Ну, вроде, а, там еще что-то из вопросов появилось. Давайте сейчас гляну. Так, так. О, есть уже. Есть уже. Вроде народ говорит, что все, уже 100 человек есть. Ну, значит, будем. Значит, был вопрос на YouTube и видео вместе с ответами на вопросы. Вот все, что сейчас отвечается голосом, оно все пишется. Поэтому это все там будет с ответами на вопросы. Соответственно, если мы, скажем так, что-то писали текстом в рамках сессии вопросов и ответов во время выступления Сергея, то мы постараемся прислать файл с вопросами и ответами отдельно, просто при рассылке материалов вебинара, то есть презентации и видеозаписи. Окей, коллеги, спасибо большое. Надеюсь, вам было интересно. Ждите ближайших анонсов, мы определимся с датой следующего вебинара и, соответственно, получите рассылку с предложением зарегистрироваться на следующий вебинар. Спасибо. 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 Спасибо.